Народ, всем здорово! Из севера еду в гости к Вальдемарке и Валентине Ивановне. Заехал на заправку. На этой же заправке я в прошлый раз заезжал сюда. Снимал уже, когда в прошлый раз ездил в гости. Заехал, чтобы освежиться. За спиной у меня уже порядка 230 километров. Мне еще осталось проехать 27 километров. И я на месте. Город Бремерсхаффен. Дорожка вылаз не из легких. Еще не доехал до Стабрюка. Уже было три аварии. Без конца пробка, пробка, пробка. Но сегодня пятница. Все куда-то спешат, все куда-то едут. Устал. Сейчас освежусь. Что я взял себе? Взял себе Red Bull. Кокос Blau Berna. Хороший напиток. Освежающий. Загрузился я конкретно вещами. Холодильник работает. Багажник полный. Еду я на рыболовный участок. Рыболовно-дачный участок. Так будет лучше. Будем пытаться ловить рыбу. Грилить. Что-то готовить. В общем, будем отдыхать. Сейчас дороги я, как сказал, немного подустал. Дорога была не из легких. Так перед тем, как начать отдыхать, надо сначала устать. В самый раз. Едем. А за окошком месяц май. Месяц май. Месяц май. Ты, Вальдемарка, наливай. Ой, наливай. Ой, наливай. Правда, не май, а август. Буренки с Бремерсхафена. Хорошее молочко северное. Отправился я в гости один. Со мной хотела поехать старшая дочка. Ну, потом в последний момент передумала, потому что, ну, как-никак, на реке ночевать, на улице будем. И я сказал, что задержусь там немного подольше. Она так подумала. Подружки будут скучать. И осталась дома. Северные красоты. Везде камыш растет. Слева, справа. У Вальдемара реально крутая дача. Рыболовная дача. Такого у нас нету. Чтобы свой был участок, но я имею в виду у нас в городе. Свой участок, реки, где ты можешь рыбачить и прям подгоняешь машину к воде. И все дела. Отлично. Домики. Никто не мешает. Тишина. Сейчас будем отдыхать, как на кордоне у Кузьмича, только у Вальдемарки. Бремерс-Хафен – это земля Бремен. Ну и логично же Бремерс-Хафен. И здесь сразу же выход с Бремерс-Хафена идет по реке, ну, в Северное море. Северное море совсем рядышком. Я уже чувствую его запах. Так, ребята, все. Я на месте. Вы только посмотрите на эту красоту. Вальдемар уже здесь разложился. Удочки поставил. Ждет гостя. Смотрите, как уже и угли горят. Отлично просто. Как вам такой участок? Никто не мешает. Тишина. Вот, собственно, и Вальдемар. Всем привет. Привет всем. Короче, голая компания собралась. Ну, улица жара, ребята. Сколько? 27, наверное, где-то примерно. Я ехал 33, у меня показывало. Знаешь, что? В машине. Не знаю, машина обманывает. У тебя машина неправильная. А бы не было, хорошо, что у нее нет, там, и солнце не всегда было. Поэтому у меня прохладно еще. Закрылась жара, поэтому мы ходим полуголые. Не удивляйтесь, да? Я очень рад, что Юра приехал, обещал, держал слово. Молодец. А как я рад? Будем показывать одни головы вот так. Ну, сейчас, как видите, мы тут собираемся кое-что погрылить. Ага. Ну, и все, как по ходу пойдет, потом будет видно. Да-да. Сейчас мы на критерок поднимаем. Перекусим и начнем рыбалить. Так, Вальдемар здесь конкретно подготовился. Смотрите, наварил какой вкуснятины. Что здесь, Вальдемар, кукуруза? Кукуруза, пшеница и конопля. Конопля, ага, вижу. Я думал, что ты будешь кушать, если вы не кушаете на рыбу. Да-да. Сам бы ел, да? Ну, нет, все рыбе. Все рыбе, все рыбе. Отлично. Так, что мы сегодня будем кушать, ребята? Креветочки. На рыбалке креветки, представьте. Перчики фаршированные, салат. Это мимоза, по ходу дела. Рыба, лосось жареные. Оливки, арбуз нарезанные. Ну, я с собой, конечно же, привез немного. Сейчас зажарим шашлыки. Машлыки. И будем отдыхать. Мы зазря время не теряем здесь. Смотрите. Мясо уже готовим. Шашлычки. Вот она какая. Шепчет, шепчет. Только успевай вертеть. Запах идет хороший. Хорошо, что мы мангал здесь поставили. Как раз это, если там сидим, еды на нас идет. Шепчет, у нас только сейчас была конкретная поклевка. Конкретная? Ну да, клевало полчаса, мы не снимали удочку. Так же было? Так. Ну и вытащили, ничего нету. Одна кукурузинка-то была. Поэтому я тебе говорил, что это... Это, Георгиевич, когда я в понедельник, это карпа поймал, еще прикормку. На свежую делать. Не прокисло? Да, да, кислое уже. Значит, ловиться ничего не будет на кислую. Крабы хорошо, он здесь дергает. Крабы же дергать, Юра. Ну, крабы, да. Смотрите, как Вальдемарка колдует. Да, у меня сейчас со зрением херово. Колдует бабка, колдует дед. Во! Вот раньше так мы не рыбачили. Нет, никогда. Раньше полчерева оторвешь, хватит. Да. А теперь уже отдельно все, тут все, а смазки. То купи, это купи. А результат один и тот же. Это точно. Деньги выкидываешь и ни хера не ловишь. У меня ловится. Видишь, я просто длинный, я просто наматываю. Хотя так, в принципе, никто не делает. Только я так делаю. Я намотаю его под этот вот цак. А потом пусть карпа разматывает. Она вам как-то хочет разматывать. Я специально сделал такую, чтобы она липкая была. Поэтому, Юра, в том ведре, где ты видишь, это хлеб. Это хлеб у меня замоченный. Я добавляю. Это хлеб такой замоченный. Вот этот, да? Тост хлеб такой, знаете. Видишь, посмотрите, когда она липит. Видишь, как? Поэтому я добавляю кукурузу, добавляю туда зеленый горошек тоже. Ну, на мой взгляд, это, с моего опыта, вот речка здесь, это, не такая, ну, не с большим течением и все. Сильно липкую не надо, чтобы она хотя бы вымывала. Нет, нет, нет. Тут надо, тем более, тут не глубоко, не глубоко. Ну, Вальдемар делает бомбы. Пускай приходит, живет. Как взорвется сейчас. Я почти говорю, да, как ты говоришь с этим, вот, маленькая амбекаринная кормушка, легкую такую прикормку делаешь, чуть-чуть влажную, которая рассыпается. Тут не глубоко она успевает до дна дойти, это ясное дело. Но там дело в том, что начинает там плотвички такие дергать небольшие, да, подлещики. А, и мне такое не надо. Я вообще закину, сижу, включаю телефон, кино смотрю какое-нибудь. А там еще возьмет, так возьмет. Юра, ты первый раз, что надо сгореть уже. Ничего не сгорит у меня. Вы будете с тобой, как я закинулся? Да, да, конечно. Сейчас посмотрим мы все. Здесь ничего не сгорит, куски большие, они быстро не готовятся. Ну, Вальдемар. Во, вот это вот граната. Полкилограмма точно. Сейчас сом придет, я уверен. Углушил ее. Она вот сейчас плывет такая вот, как пьяненькая, поэтому у меня два сачка. То есть небольшой на большую рыбу, маленький на маленькую. Вот сейчас плывет, для этого сачка буду бегать поберем, мы собираем рыбу. А если в сачок не попадет, нырять самому за ней. А сейчас тепло может. Итак, ребята, внимание, очередная бомба от Вальдемара. Смотрим. Ты хочешь просто заснять, как удочка сломается. Эпичный момент должен был быть отснять. Отснятый, елки, что такое? Опа. Все. Оглушили. Сейчас вниз по течению можно на лодке рыбу собирать. Оглушили. Ой, 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 ой. Как удобно я сижу. Хорошо. И удочки, и мангал сразу. Ну, пора к столу идти. Та-дам, 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 торжественный момент. Опа. Приятного аппетита. Ну, где вы такое, ребята, видели? Чтобы вот так вот сидеть под павильоном, вот за таким столом и любоваться удочками. Клюнет, побежишь, возьмешь. Так же в Вальдемарке? Как где у Вальдемарки? Только у Вальдемарки. Нигде такого вы больше не увидите. Там все шашлык жарится даже. А в 1 часа ночи русалочки приплывут. Того. Ну, все дела тут там. Просто они, видите, Валентина Ивановича пока здесь. Как только она удела, они уже ждут тобой. Как стемнеет, будем брать. Нормально? А сейчас, ребята, началось то, чего мы ждали буквально 2 недели как минимум. Смотрите, дождик пошел. Красота. Рыбу нам приманит. Если дождик... Наоборот, если дождик рыба не клюет, думаю. Будет клевать, будет. Сегодня будет. Если не дождик, то вот эта вот прикормка приманит. Так, ребята, нас затапливает здесь. Смотрите, какой влупил дождяра. Сильнейший. Сейчас будем ловить огромные трофеи. Ну, Вальдебар, вот это я дождик привез сюда, да? Да. Не говори. Даже не слышно, что говорим мы. Я старался. По-любому. Не вольт будет, ребята, вот такие. Сколько дождь пройдет, и все. Долку получишь? Кстати, дергает без конца, когда вот дождь идет, видно. Дын-дын. А вот как будто дождь попадает на лес. Не может быть. Да. Давай, Вальдебар, клюет. Я предлагал свой зонтик. Ну, чего, ничего нету? Ну, ладно, повезет в следующий раз. Намок зазря. Пойдем сюда, ладно, потом перекинем. Так, ребята, пора и порыбачить уже. Постал я свои удочки. Вальдемарский снял. Пока мы по разрешению хозяина. Так что будем рыбалить на мои. Три штуки. Уже две рыбки я поймал. Сейчас я вам их покажу. Они попали в кадр у Вальдемара на канале. Так что смотрите. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь. Оба, где они там? О, вон они. Плотва. Красноперки. Это нам будет на жареху. И на уху, возможно. Замешал я свои прикормочки. Так же с собой, который привез. Одну удочку поставил на фролик. Собачий корм. У нас на него карпов ловят. Попробуем здесь. Как пойдет, не пойдет. Вот так он выглядит. С говядиной. Сам бы ел. С говядиной. Сто процентов. Комплект. Ну, а парыш. Вот он. Потом червей взял. Маленьких, покрупнее. Теперь осталось только ловить. Ну, клевать начало. Все. Дождик прошел. Оно и будет клевать после дождика. Вот здесь стоит на фролик. А эти две на парыш пока месь. Ночью постоянно червя. Вот смотрите, клюет. Вот смотрите. Ну, давай. Видите? Вот таких, ребята, мы рыбок ловим. Смотрите. Не мы, а ты. Ну, ладно, я. Мелочь, но приятно. Идет. Мы довольны. Не мы, а ты. Потихоньку клюет. Только что непонятно. А я вам скажу. Это платва. Ну, вот мелочевка. По секрету, да, расскажу. Мелочевка дергать по степени потихонечку. Я думаю, и рук туда, к ночи, а лечь подойдет по-любому. По кругу к ней, да. Лечь подойдет. Сейчас просто ты его маленько прикормишь вот этой вот своей. А сейчас думаешь, ты когда ходишь по мостику, она считается, да? Ну, сейчас. Ну, до этого дергало, отлично. Просто надо ждать немного. Немного терпения. Выдержки. И рыба появится. Да, 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 да. Подойдет. Мы просто громко разговариваем из-за этого. О, ок, лёд, опять дергалось. Я услыхал. А я нет, например. Стою ближе и не слышал. А кто сигналит, утки. Сидим, ждем. С моря погоды. Ну, и сейчас еще дождь прошел, вот опять течение. Мне как язык заплетается. Течение пошло, вода пошла. Наверное, шлюзы открыли. Это хорошо, движуха, но у нас рыбу будет брать на ее. По-любому. Я говорю, вон там войдем, бульки, видишь, это карп хавает. Просто на эту камеру нужно не заснять. Сейчас как стемнеет, достаем гарпуны и пойдем. Да, да, сейчас тут, наверное, кучу дров. Какие гарпуны нафиг. Они на удочку одна за мной ловятся. Не успеваешь. Люди поверят, да? Рассказывают. Ну, я думаю, кто юмор понимает, тот понимает. Я кля. По-моему, нифига. Да? У тебя камера не везучая. Твою камеру уберу, она не клевает. А уже съела все уже. Обожирается. Видишь, крючок пустой же. А ты мне вот теперь покажи крючок. Вот крючок. Нет, ну что там именно, какой сейчас там, что там, где там? Здесь восьмерка. А видишь, это, знаешь, что это не была рыба, это был краб. Видишь, не обсосано. Если не обсосано, это раки или крабы. А если бы клювала рыба, она бы висела, как сопля. Точно. Это крабы дергают, сволочи. Ну ладно, если бы мы сейчас это... Краба поймаешь. Крабов налоем, то или раков, то елки-палки. А что ты знаешь, как крабов кушают, что там кушают? Найдем. Найдем, говорит. Закинем укроп, чеснок в кастрюлю, соли. И все, готово будет. Лук есть, растет здесь. Чеснок у меня есть. Ну и все дела. Нам больше ничего не надо. Ну. Очередной заброс. Все, ребята, пора заканчивать видео на этой ноте. Потому что видео получится сильно длинным. Так что, если понравилось первое видео, обязательно посмотрите второе. И так далее. И не забудьте подписаться на канал Русские Немец Германии. Всем спасибо за внимание. Лайки, комментарии. Все как надо. Все. Пока всем. Всем пока. Русские Немец как раз держит камеру. Да. Оператор у меня сегодня. Оцените оператора. Мне кажется, я в этой камере ни черта не вижу. Как он с ней работает, я не знаю. Я тоже в ней ничего не вижу. И у тебя хорошо получается. Кстати, людям, кто не знает, я не вижу. Экрана нет у меня. Просто. Нет, конечно, экрана. Снимаю сюда вслепую. Поэтому я и говорю, когда. Надеюсь, это здание попало или что-то нет. Да, да, да. Так и было, когда вы тут пациенте. Да, да, да. Так и есть. Все. Всем пока. Пока-давай, пока-давай.